Клуб Сочи! Эй, эй, эй! Болеет хоть до ночи! Эй, эй, эй! Пока группа поддержки хоккейного клуба Сочи отрабатывает кричалки и создает шум, как целая толпа болельщиков, за действием на льду наблюдают специалисты. Это репетиция как раз для них, техников, разнорабочих и медиков. Они должны вовремя сориентироваться при возникновении любых ситуаций на льду и в зале. Для того, чтобы условия были максимально приближены к реальным матчам, на арене встретились любительские команды «Галактика» и «Жемчужина». Игра шла согласно регламенту КХЛ. Такие встречи станут первыми в практике врача с 15-летним стажем Игоря Влондиса. И для того, чтобы работа прошла в соответствии с медицинским регламентом, быстро и эффективно, обязательно нужна предварительная совместная тренировка, считает главный врач соревнований. Начинается все с врача клуба, который дает команду в случае необходимости подключения дополнительных сил и средств, специализированной медицинской помощи, определенным знаком, дает понять, что необходимо участие в врачебной бригаде. От момента эвакуации с ледовой площадки и до транспортировки, в том числе в врачебные учреждения. И уже в первом тайме бригаде скорой помощи и врачам клубов была предоставлена возможность отработать свои действия. Один из хоккеистов, по легенде, повредил ногу. Игрока осторожно укладывают на носилки и вывозят с арены. И не только медики должны быть на страже во время баталии. Арену нужно убирать и выставлять ворота. Этим во время перерывов занимаются рабочие по подготовке и трансформации арены. Тяжело учение, легко в бою, как говорится. И надо все учитывать, все возможные моменты, которые могут возникнуть в игре и при подготовке игры. И мы это отрабатываем, чтобы это можно было воплотить, легко сделать в бою. Так, во время репетиции была отработанная ситуация с заменой защитного стекла. Вообще, акриловый щит разбить сложно, но специалисты должны быть готовы к любым нестандартным моментам. С поставленными задачами справились все группы. К проведению чемпионата Ледовый дворец большой готов. Да и болельщики демонстрируют интерес к матчам. Уже продана половина билетов. Доступны сейчас билеты в продаже в районе 10 тысяч. Это билеты категории 100 рублей, 200, 300, 400 и 500. И это тоже, на самом деле, самый доступный билет из всей континентальной хоккейной лиги, где проводится матч. Но поскольку мы первый сезон в этом привлекаем зрителя, думаю, вряд ли, конечно же, мы будем поднимать цены. Кроме того, сейчас проводятся переговоры о возможности введения дополнительного рейса электрички «Ласточка» в Олимпийский парк и курсирования автобусов от станции до Дворца спорта «Большой» на время проведения 30 домашних матчей. Серия встреч КХЛ стартует 15 сентября. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.